...чернею, принести фимиам хвалы, с чем мы пришли и предстали пред Господом. Обычно в Израиле, когда люди шли на такое служение в Ветхом Завете, то они с собой всегда имели что-то, по крайней мере, серебро в руках, для того, чтобы приобрести для жертвоприношения какую-то жертву, для того, чтобы ее заколать. Поэтому сегодня не требуется от нас того, что я сказал в Ветхом Завете, было нужно, но сегодня нужно, что нужно, братья и сестры. Давайте обратим внимание на Слово Божье, на что Господь презирает. Пророка Исаии сказано в 57 главе 15 стихом, «А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Господь сегодня вот такое презирает, замечает, видит и выслушивает молитвы и моления. Пусть наше сердце будет направлено к тому, чтобы служить Господу от всего сердца, от всей души благословлять Его Святое Имя. А теперь я попрошу воскресная школа, вы встаньте и подойдите наперед, а мы встанем на наши ноги, братья и сестры, будем молиться пред нашим Богом, благословляя Господа, прося благословения на данное служение. Дорогой наш Господь и Бог наш, мы от всей души благодарны Тебе, что Ты есть наш Бог, что Ты есть наша надежда, что Ты есть наше упование, что Ты есть наш Бог, которому честь и слава и хвала. Господу, Господствующему, слава. Аллилуйя! Превозносим Тебя, хвалим имя Твое, Господи. Ты един святой Бог, достоин славы и хвалы, а во Отче Ты наш Бог. Господи, благодарим Тебя, что Ты позволил нам быть на этом месте в этот вечер среди молитвенников и молящихся пред лицем Твоим. Благослови, Господи, ход всего служения, благослови братьев, которые будут говорить Слово, благослови, Господь, всех нас. Пусть наша молитва будет направлена, как жертва приятного фимиама, вечерней жертвы, пред лице Твою, Господи, благослови нас. Аллилуйя! Благослови каждое сердце в зале, Господи. Благослови наше пение, пусть оно будет в Духе, в Духе нашем, во Духе Святом, чтобы мы были вдохновлены, Господи, имея желание петь и прославлять Тебя и молиться, Господу. Благослови также труд воскресной школы, благослови учителей, а также и детей. Благослови все это дело во имя Господа. Мы благословляем наследие Твое в детях наших, а Тебя за все благодарим. Ожидаем Тебя, Господь, в нашем служении, действующим Духом Святым. Слава Тебе, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. В начале служения будем петь псалом. Братья все, ликуйте, славный день настал, Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие мы теперь друзья, Близкими мы стали кровью Христам. Громко пойте, Аллилуйя, громко пойте, Аллилуйя, Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена, навеки наши имена, Навеки книгу жизни записал, навеки записал. Ныне приступили, нех, сынаю мы, Нас уж не пугают гром и молнии. Слово благодати слышим за Христа, Мы спаслись от гнева кровью Христам. Громко пойте, Аллилуйя, громко пойте, Аллилуйя, Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена, навеки наши имена, Навеки книгу жизни записал, навеки записал. Вера и любовью мы теперь живем, и олитой кровью к небесам идем. Светлая надежда веселит сердца, будем жить вовеки трубею Христа. Громко пойте Аллилуйя, Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена, на веки наши имена, на веки книгу жизни записал, на веки записал. Слава Господу, братья и сестры! Я читаю одно место Священного Писания перед нашей молитвой, и мы с вами порассуждаем. Это написано в 104-м Псалме, 4-й стих. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Знакомое место и очень важное такое. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. И подобное место, это слова Господа нашего Иисуса Христа. Он сказал в Евангелии от Луки, 9-го стиха. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Такое едва подобное место Священного Писания. И говорит нам Господь через Своё Слово о том, что встреча с Господом, она происходит посредством нашего искания. Мы сегодня все пришли на это место. Каждый из нас в разном духовном состоянии. Но сегодня Бог через Слово Своё, Он хочет нам напомнить, что мы сегодня пришли на это место. Это самое важное и самое главное, дабы с Ним встретиться. Для этого Бог говорит через Своё Слово, мы Его должны искать. Писание говорит нам интересный пример. Сам Господь Иисус рассказал о том, что одна женщина, она потеряла драхму. И она начала искать её. Она вымела весь свой пол, где она там потеряла в своей комнате. И когда нашла, она сказала, порадуйтесь со Мною. Почему Христос употребил именно этот случай? Драхма для молодой девушки-израильтянки, которой ещё не было в замужестве. Определённое количество драхм, какая-то определённая мера, каких-то особых драгоценностей для невесты нужно было иметь. И вот одна исчезла, как-то упустила она её. Для невесты это очень важно. И она искала, это в израильском законе это. И когда она искала, быть может, так Писание не объясняет, как она переживала. Но по всему смыслу видно, что для неё это было очень дорогое. Когда она нашла, у неё была особая радость. Она пошла и сказала своим подругам, соседям, порадуйтесь со Мною, я нашла свою потерянную драхму. Что-то подобное есть в том, чтобы мы искали нашего Господа. Наш Господь – это драгоценность. Встреча с Ним, она приводит нас в покой нашего духовного состояния. Это самое важное для внутреннего человека – внутренний покой. Писание говорит, сближься же с Ним и будешь спокоен. Через это придёт к тебе добро. Опять Господь поощряет на то, что встреча с Господом, близость с Ним, она приводит нас в духовное умиротворение. Всякое волнение внутреннее, всякие переживания, которые мы переживаем каждый день из-за различных обстоятельств. И мы порою даже грешим, мы теряем мир Божий. Но когда мы приходим на это место, когда мы понимаем, что это место лишь только самое главное для того, чтобы нам искать Господа, чтобы иметь с Ним близкое отношение, через это Бог приходит в мою и в твою жизнь, своим миром и своим покоем. Интересный пример Господь открывает на страницах Священного Писания через жизнь израильских царей. Это те люди, которые стояли во главе. Но почему-то Господь показывает через богобоязненность и небогобоязненность таких людей, которые стояли наверху жизни Израиля. Они подавали пример израильскому народу. Бог показывает картины. Те, которые не служили Господу, Бог их очень коротко описывает. И вот такой-то и такой-то царь, он не ходил по воле Божьей, он отступил от Господа, и он ввел Израиля в грех. И короткие стихи, он почил или там погиб, и некоторых из них даже не хоронили в царских гробницах, как это для Израиля было принято. Но те цари, которые посвящали свою жизнь на служение Господу, их Бог отмечивает в Священном Писании даже не просто несколькими стихами. Некоторых царей Библия описывает в нескольких даже главах за одного или за другого царя. Итак, царь Аса, который положил в своем сердце самое важное – искать Господа. Это искание, оно проявило в его некий прорыв на весь Израиль. Он сказал всему Израилю, давайте не только я буду искать его, давайте все мы будем его искать, давайте дети наши будут искать Господа, отроки наши пусть будут искать Господа. Каждый в Израиле пусть ищет и взыщет лица Господнего, и через это придет в наш народ покой. И его убеждение, как царя, и собственная жизнь, она привлекла израильский народ на то, чтобы весь Израиль взыскал Господа. И Писание говорит, что победы начались у Израиля происходить. Враги получали поражение из-за того, что просто Израиль искал Господа. И интересный такой момент, который описан в жизни этого царя, он меня очень сильно вдохновил. Друзья мои, если бы сегодня, если бы сегодня этот закон, он реально был для нас. Послушайте. Это написано 15 главой. Вторая книга Паралипоминон, 12 стих. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога Отцов Своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина». Ну, представьте, сегодня такой закон, если бы Господь его утвердил. «Кто не будет искать лица моего, как в Израиле когда-то, от малого до большого, предан будет смерти». Писание говорит дальше в повествовании «И радовали все иудеи, сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя». Правда, прекрасно. От малого до большого. Это было особое действие Божьего Духа в народе израильском. От малого до большого все искали Господа. Не нужно было сильно убеждать, не нужно было особо что-то говорить и вдохновлять. Царь сказал, через это придет нам покой. Народ увидел Божьи действия в победах в Израиле. И они поняли, что искать Господа это единственное и на все ответы благословение, которое придет от Господа. Когда только народ Божий начнет его искать. Что значит искать Господа? Это быть в близком с Ним отношении. Это быть близко с Ним в отношении. Цары израильские, когда они искали Господа, в первую очередь они приводили народ израильский к освящению. Это самое первое и самое важное. Этот закон, он никогда не может быть вычеркнут из правил Божьего закона. Самое первое, когда человек желает сблизиться с Ним и найти Его, как своего Господа и Спасителя, он пересматривает свою духовную жизнь. Он пересматривает свои пути и свое хождение пред Богом. И он начинает поправлять себя в том, где он нарушал Божьи законы и повеления. Это самое первое. И когда человек начинает это делать, он начинает его искать. Богу приятно такое состояние человека. Он начинает просить у Бога помощи. Господи, покажи мне, где я не таков. И Господь начинает работать над таким человеком. После Асы буквально его сын восстал. И он не ходил путями Господними. Аса все уничтожал, все идолопоклонные места, Вааловы, все те, где Израиль поклонялся идолам. Но восстал после него сразу же его сын. И он все быстренько восстановил. Все статуи Ваалов вылил, всех истуканов, идолы. Тяжелая смерть для него была. И потом после него опять Иосия восстал. И Писание говорит, сильно прилепило сердце Иосии к Господу. Он очень сильно полюбил Господа. Он искал его. И опять цель искания Бога, он все вырубил, все уничтожил, все идольские места уничтожил. Этим Бог, через эти Писания, он показывает, если в народе Божьем есть то, что стоит на первом месте от Бога. Его надо удалить. Об этом нужно покаяться, с этим нужно смириться. И это есть сближение в Божье присутствие. Хвала Иисусу Христу. Когда-то Иисус ходил по земле, и он встретил такую категорию людей, которые его искали. И он их не похвалил. Интересно, но он не похвалил этих людей. Почему? В их сердце было земное. У них не была цель искать Господа как вечного царства, о чем Христос пришел и благовествовал. Ищите прежде всего царство мое, царство Божие, все остальное вам приложится. Они искали его по другой причине. И Христос, увидев их, он сказал, вы ищите меня не потому, что вы видели чудеса и знамения, но потому, что вы ели хлеб и насытились. Не забудьтесь о пище тленной, но забудьтесь о пище, которую Отец Небесный дал через Сына Своего. Дорогие мои, порою мы, как христиане, мы порою даже не замечаем, что мы порою служим Господу лишь только для того, чтобы нам здесь на земле легче было жить. Я неоднократно себя лично ловил на том, какая моя молитва пред Господом. И порою я ловил себя на том, что я уповаю на Господа в большинстве из-за того, чтобы только на земле было устройство моих материальных нуждах. И я находил, что это неправильно. Это не есть на основании истины Ивангельской. Такие люди, они подлежат осуждению. Но тот человек, который искренно ищет Господа, он понимает, все остальное, то есть все земное, все земное, оно автоматически, Писание говорит, оно прилепится к вам. Оно все автоматически Божьим невидимым действием, оно будет прилагаться лишь только тогда, когда мы всем сердцем, всей душою, всем своим разумением мы его будем искать. Дорогие мои, в этом придет к нам добро, когда мы всем сердцем будем его искать, когда мы возлюбим его слово всем своим сердцем. Как чистое Писание говорит словесное молоко, возлюбите это слово. Для чего? Дабы от него возрасти во спасение. Это сближает нас с Господом. Мы познаем его волю, мы узнаем, что так надлежит нам исполнять волю Божью. Да, поможет нам в этом Господь. Мы идем к молитве. Наше молитвенное служение, и я нахожу самое важное, для чего мы сегодня на этом месте собрались, это чтобы найти его. Я недаром прочитал то место, которое сказал сам Господь Иисус. Ищущие находят, стучащие отворяют. Дорогие мои, давайте мы сегодня постучим в небесные двери нашей верою, поищем лица его. Если нужно, давайте каяться пред Богом. Давайте просить у него милости, если нужно, нужно. Будем идти на исповедания к служителям, просить у Господа милости, чтобы только взыскать его по истине евангельской. Правильно. Писание говорит, Исайя, пророк, он обращается к народу израильскому и говорит, они ищут лица моего, но они ищут меня напрасно. Народ обращается, говорит, как это так? Исайя, что это такое? Он говорит, ваши руки полны крови. Бог видел народ израильский на тот момент. И Бог через своего пророка сказал, если мы с грехом и мы хотим как-то обойти и прийти в присутствие Божье без освящения, это невозможно. Дорогие мои, доколе есть еще время, говорю себе и всем нам, будем подходить к престолу его правильно. почему Бог строго судил священников, которые входили во святое святых? Почему у них на одежде были определенные вещи и они были привязаны к их ноге веревка? Если они войдут в не том состоянии, которое должно было быть для священника Господня, они падали пред Богом мертвыми. Этот пример показывает о том, когда мы входим в Его присутствие, мы должны иметь особую почтительность к Нему, понимая о том, что если меня осуждает совесть, осуждает меня Господь, я к Богу должен подходить лишь только через освящение. И если так мы понимаем, дорогие мои, давайте будем спешить, давайте не будем откладывать на завтра. Когда-то Бог открыл одному брату служителю состояние народа и он сказал, то ли это было сновидение, то ли какое-то духовное действие Святого Духа, Бог открыл этому служителю и сказал, дьявол действует на народ мой одним действием. Каким? Задал этот человек Господу. Он им говорит завтра. А этот брат говорит, а как это понять? Говорит Господь, это очень просто. Когда человеку приходит здравая мысль, нужно сегодня покаяться, сегодня исповедоваться. Дьявол подходит к нему и говорит, слушай, давай завтра. Приходит завтра, человек говорит, ну, я же все-таки себе говорил, чтобы сегодня. Дьявол подходит к нему, ну, слушай, а давай еще завтра. И таким методом народ Господин он ходит в таком состоянии. Это неправильно. Писание говорит, доколе можно говорить ныне. Ныне день спасения. Ныне. То есть этот момент время благоприятное. Поэтому да поможет нам Господь, каждому из нас, задумываться именно об этом и сближаться с Ним. В этом есть благословение и покой в нашей жизни. Давайте склоним наши колени и об этом помолимся. Ему слава. Аминь. Благодарим Тебя наш Господь во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я благодарю Тебя Творец. Я благодарю Тебя и прославляю чудное Твое имя. Иисус Иисус Аллилуйя 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 Тебе Иисус Аллилуйя Тебе наш Господь Аллилуйя Тебе наш Спаситель О Дух Святой расположи каждое сердце взыскать Господа Аллилуйя Господь это можешь делать Ты силой Святого Духа благослови каждое сердце искать Тебя Дух Святой во имя Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Тебе Аллилуйя Тебе Аллилуйя Тебе Дух Святой да поможет Святая Твоя благодать Дух Святой Я верю что это Слово пришло от Твоего престола Я благодарю Тебя Господи за это Слово которое Ты говорил первую очередь мне и всему Твоему народу Господи Иисус дорогенький Я ищу лица Твоего Господи Я ищу лица Твоего Иисус Я прошу Тебя благослови каждое сердце расположи наши сердца искать Тебя искать Тебя на этом месте искать Наших домах искать Тебя Господи в тайных комнатах в молитвах наших искать Тебя Аллилуйя 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 Тебе мы поклоняемся и я благодарю чудное Твое святое имя Отец во имя Иисуса Христа я прошу Тебя благослови Мы благодарим Тебя Отец во имя Твоего Сына Иисуса Христа поклоняемся Тебе Господи Ты видишь наше состояние Ты видишь наши сердца Ты видишь наши души Ты видишь нас Господь При Тобой все обнажено и при Тобой Милости просим, Господь, подходя в Твое присутствие к престолу Твоей славы, мы просим Тебя, Господь, освяти нас истинною Твоею. Слово Твое есть истина, Дух Святой. Пусть Твое Божие Слово просвещает всякую тьму в наших сердцах. Приближай нас, Господи, к Себе. Даруй нашим сердцам расположение сблизиться с Тобою. Как в свое время сближался народ израильский и через это видел Твое благословение. Аллилуйя. Народ израильский не видел поражения, но народ Твой видел благословение Твое. Аллилуйя. От малого до большого видели славу Твою, милость Твою, устройство в жизни и благословение свыше. Ава, Отче, мы нуждаемся в Тебе. Мы ищем лица Твоего, Господь. Мы нуждаемся и понимаем, что это самое важное, что есть на этой земле. Это есть близость с Тобою. Мы нуждаемся в Тебе. Мы просим Тебя, Дух Святой, наполняй нас Твоим Божьим присутствием. Наполняй нас Святой Твоей благодатью. Приближай нас к Себе. Приближай нас к Себе Божьим Твоим присутствием. Господи, за это мы славу Тебе приносим, благодарность Тебе, хвалу и честь не только на этом месте, но когда мы будем в наших домах. Когда мы, Господи, будем иметь Божья возможность склониться пред Тобою. Побуждай нас, Господи, искать лица Твоего во имя Сына Твоего, нашего Спасителя и Иисуса Христа. Пусть за все это придет Тебе слава подобающая. Из нашей жизни Тебе, единому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Ченаш, сущий на небесах, да светится имя Твоем, да придет Царствие Твоем, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. В двери закрытые поздней порой Кто-то стучит, кто-то стучит, Он звонит, и усталой рукой Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, Сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, Сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. В сердце уныние, радости нет Кто-то стучит, кто-то стучит. В доме погас утешение свет Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, В сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, Сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. В совесть ставит обличение глаз Кто-то стучит, кто-то стучит. Зов не смолтает в душе ни на час Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, Сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, В сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной Кто-то стучит, кто-то стучит. Грешник покайся и сердце откроет Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, Сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит, В сердце откроет в виду и вселит Снова Христос стучит. Снова Христос стучит. Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Снова Христос стучит. Снова Христос стучит. Снова Христос стучит. И дышит непонятная, святая прелестник. Продолжение следует... ПЕСНЯ Снова Христос стучит. Снова Христос стучит, Снова Христос стучит. И плачется, и так легко-легко. Минуту жизни трудную Теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную Твержу я на Иисус. Одну молитву чудную Твержу я на Иисус. Дорогие друзья, братья и сестры, мир вам! Я очень рад снова быть вместе с вами в этом собрании. Последний раз я был у вас, наверное, примерно полгода назад, когда были похороны Алексея Болтенкова здесь. И Бог дал мне такую привилегию встретиться и познакомиться с вами ближе. Кроме тех людей, с кем мы выросли, много прошли вместе. Вместе это мои друзья и земляки со Свердловской области и с Урала. Я вырос на самом деле в Екатеринбурге. Отец мой был пастором церкви. И в 95-м году мы переехали в Америку. В 97-м году мы вернулись в Россию в качестве миссионеров. И мы думали, что мы будем там, проживем один год, как говорит Слово Божие, и вернемся обратно в Америку. Но так Бог распорядился и дал такое призвание оставаться там. И мы в течение семи лет прожили в России. Открыли пять церквей. По Божьей милости реабилитационные центры, служение в детских домах начали. И сейчас эти церкви растут, развиваются. Мы продолжаем служение на Урале. Я хотел бы прямо сейчас поставить один небольшой клип, буквально несколько минут. Последний раз я был в России в феврале месяце. Мы служили на севере Пермского края. Это та территория, где раньше располагался ГУЛАГ. Больше 150 тюрем было в тех лесах и болотах Пермского края, в Иркутинской области. Сегодня там осталось чуть больше 40 тюрем. Остальные сейчас закрыты. Но на тех местах, где были тюрьмы, остались поселения. Остались деревни, заброшенные государством, заброшенные людьми. Но там живут люди. Тысячи и тысячи людей, которые живут в лесах, в болотах. И на самом деле мы не могли туда никак пробраться, кроме как на сномобилах, на снегоходах. Подождите минуточку. Подождите, остановите немножко. Спасибо. И Бог так дал такую возможность и такое время для этого народа, чтобы и они услышали о живом Господе. И вы знаете, что свет ценится не тогда, когда его в одном месте много. Он ценится тогда, когда он нужен в темноте. И вот там в темноте этого греха, беззакония, оккультизма, пьянства и разврата единственный свет, который может просветить жизнь этих людей – это свет Евангелия. Но это Евангелие кто-то должен принести. Кто-то должен принести Слово Божие, надежды, веры и любви нашего Господа. Поэтому мы направляемся в эту часть России. Это не та местность, где много церквей. Это та местность, где вообще нет церквей, где вообще нет верующих. Иногда трудно поверить, как могут люди вообще жить в тех условиях. Там нет дорог. Я спрашиваю с братьями, с которыми мы ехали на этих снегоходах. Я спросил, как вы вообще знаете, куда надо ехать? Ведь мы проехали десятки километров. Они сказали, тут нет дорог, здесь есть просто направление. Ты должен примерно знать, в какую часть тебе нужно ехать, и тогда ты, возможно, попадешь туда. Мы были в то время, когда хищные животные, дикие звери, особенно такие лютые, в основном волки. Поэтому туда не ездят просто так на прогулку. Туда ездят, ожидая разных стрессовых ситуаций. Я не буду сейчас об этом много рассказывать. Завтра в 11 часов у нас будет собрание в церкви пастора Василия Вакульского. Если кому-то будет интересно, вы можете приехать, мы больше будем говорить об этом. Но я коротко скажу, что это та местность, где мы планируем развивать дальше служение. Буквально через неделю я возвращаюсь снова в Россию. Затем в июле мы едем с новой миссионерской группой, опять туда, на Урал. И поэтому ваши молитвы и ваша поддержка, любая поддержка, она всегда будет востребована. И вы будете частью этого служения, которое вы можете посмотреть прямо сейчас в этом небольшом фильме. Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Иван? Да. Понятно, мы с тобой в каком-то раз. Ах, вы легкая лёгка, фука. Вчера вот Иван приходил в гости. Иван, мама, ты где? 24 лет. 28 лет. 28 лет. 28 лет. Ну а как ты вообще в церковь куда-то ходишь? Всех нам ходить. Вот я к вам хочу. Давай, давай. Я хочу петь просить и идти как-нибудь. Вот я к вам хочу и идти, может вы поможете? Бог поможет, да. Да. Это бутылка водки. Принеси в дом, чё там ты? Так у меня маленький домик-то. Ну и что? Тут сколько? Четыре человека. Мы бы зашли посмотрели. Не, пожалуйста. Можно, да? Пожалуйста. Пойдем. 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 Давай иди, я садю. Вдох. Меня не видно. Ну чё ты? Ну чё ты? Нормальный мужич? Пожалуйста. Что Господь может изменить. Вы верите в это, что полно. Да. Да. Я хочу. Хочу. Господь Иисус. Повторяйте мне. Господь Иисус. Господь Иисус. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Прости все мои грехи. Прости все мои грехи. Прости все мои грехи. Очисти мое сердце. Очисти все мои сердце. Помоги мне. Помоги мне. Освободиться от греха. Освободиться от греха. Освободиться от греха. Дай мне. Дай мне. Полную свободу. Полную свободу. Я не хочу пить. Я не хочу пить. Я не хочу пить. Ну мы сейчас на севере Перми и вот ходим здесь по деревням, проповедуем Слово Господне. Люди практически все спиваются. Нету никакой жизни. Ни духовной, ни телесной. Ни материальной. То есть это поразило мой взгляд, я практически не был никогда в таких местах. Я не думал, что Россия вообще такова, где-то может быть, еще так люди живут. Но вот то, что вижу, действительно это поражает. Но люди добрые принимают все Христа, и я считаю, что все, кто заинтересован в каких-то миссионерских поездках, и именно те люди, которые русскоязычные, они должны в первую очередь посвящать те места, где можно действительно сказать о Господе. Это выводит людей из тех состояний, которые они попали на благосоветство с Господь. Ради Бога, прежде. Ради Бога. Что, лучше это? Хорошо? Конечно. Мне даже на душе легче. А, да? Да. На душе легче даже. А потом опять тяжелый на душе? Ну, как бы вам сказать, то... Мне иногда становится грустно, и на сердце как камень. Иван, а от чего грустно? Вы же, видите, мать болеет. Я вылечить никак не могу. Я сама буду внутрь километра ходить-то. Приходите. Ну, я буду к вам ходить-то. Пожалуйста, только меня не бросайте. Не бросите. Вот за моей спиной деревня. Во всей этой деревне где-то около 30 домов было, жило семей. Сейчас где-то 5 семей осталось. Люди пьют, спиваются. Единственная надежда у этих людей, это если кто-то придет им, расскажет о Господе, помолится за них. И будет поддерживать их. Сейчас у них желание поехать в церковь, посещать богослужения. И я очень рад, что местные братья и сестры наладили вот эту систему, структуру отношений, общения с этими людьми. Приходят, посещают, молятся, помогают им приехать на богослужение. Это единственный выход. Ответ в Иисусе. Я стоял на том месте, где проходила дорога, по которой проходили люди, которые были осуждены, которые должны были отбывать наказание в тюрьме. Это были преступники, это были политические заключенные, и было много, тысячи верующих людей, которые оказались в этих 150 тюрьмах. Эта дорога была как насыпь, полтора-два метра над болотом, которое там было. За годы эта насыпь ушла в болото. Сейчас это просто место, как будто напоминает реку. Но местами мы можем пройти, мы на фурвилларах проезжаем летом местами. Местами это невозможно, только на лодке можно, либо зимой на снегогонных сномобилах. Поэтому в любом случае мы будем идти туда. Я хочу предложить каждому из вас, если вы задумаетесь над тем, к чему мы сегодня на земле, что мы можем доброго сделать, я скажу, что каждый из нас может оставить глубокий след в жизни других людей, которые познают Господа и окажутся в вечности вместе с нами. Пусть Бог благословит вас и укрепит. Пусть сегодняшнее молитвенное собрание сделает нас более сильными в Господе. И я убедительно прошу каждого, кто верен молитве, верен своей церкви, верен служению в церкви, молитесь, молитесь за тех людей, кого вы знаете, кто трудится на миссионерских служениях. Пусть Бог благословит вас. Сегодня Бог открывает большие возможности, мы должны их использовать. Есть возможность проповедовать через телевидение, есть возможность ехать непосредственно в те места, где люди погибают от пьянства, от алкоголизма. Этот парень, которого вы видели, я спросил его, вот когда вы пьете, сколько примерно вы выпиваете вот этой водки, спирта? Он говорит, ну вот втроем, вчетвером, когда если мы пьем, у нас получается за два дня уходит 25 литров водки. Естественно, через какое-то время, если Господь не спасет этого человека, этих людей, которые там живут, они все вымрут. Они никому особо там и не нужны. Но я верю, что для Бога ценна каждая душа. Мы с вами ценны. И эти люди тоже ценны. И Он ценит тех людей, которые могут оставить какое-то время, на какое-то время свой комфорт и условия жизни и отправиться туда с Евангелем. Может быть, не каждому это удастся сделать, но каждый может принять посильное участие. Я хотел бы вместе с вами сейчас открыть Слово Божие. Давайте, если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 10 главу. И давайте мы прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе, что написано, как читаешь. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?» Итак, мы видим разговор Иисуса с законником. Законник – это человек, который знает закон Божий, который может учить других людей и который может обличать других людей в том, где они неправы. Но в этой истории, которую мы только прочитали, мы можем заметить, что этот законник Иисус, они стоят как бы по разные стороны очень важного вопроса, что делать дальше. Законник задает вопрос, как бы написано здесь, он, искушая, задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус, объясняя ему принцип, он говорит, возлюбить нужно Господа и возлюбить нужно ближнего. Ну, а Господи понятно законнику, потому что он сам о Боге учит. И он задает такой вопрос, лукавый вопрос, а кто этот ближний на самом деле? И вот смотрите, дальше в этой истории Господь Иисус разъясняет, кто тот ближний, потому что это вопрос, от которого зависит жизнь вечная для этого человека. Иисус сказал, нужно возлюбить ближнего, а он якобы не знает, кто этот ближний. Иисус начинает ему рассказывать, кто этот ближний, кто тот человек. Когда нас бы спросили, мы наверняка тоже назвали бы каких-то людей, не зная вот ответ, который дал здесь Иисус. Наверное, мы назвали бы своих ближних, это детей, родственников, своих родных, друзей, очень близких. Но Иисус в этой истории с добрым самарянином раскрывает очень интересную сторону в нашей с вами христианской жизни. Это сторона доброты, доброты христианина, которую он должен иметь в себе по отношению к людям, которые вокруг. Почему? Потому что, согласно этой истории, это повлияет на его вечную жизнь. Для нас иногда кажется, что вечная жизнь зависит от святости и праведности, и это так. Но есть еще одна сторона жизни, которая также важна. Иисус говорит, что нужно быть добрым в своем сердце по отношению к людям, которые даже не близкие, не родные, а находятся на уровне врагов по отношению к вам. Но мы все, как люди, очень часто подвержены этому духу самосожалений. Мы любим себя. И иногда мы любим себя настолько сильно, что мы не замечаем, что мы не любим других людей. Мы жалеем себя, когда мы много сделали что-то доброго. Мы жалеем себя, когда мы сделали доброе, а это никто не заметил. Мы начинаем жалеть себя, когда очень много приложено сил, стараний в церкви, в служении. И кто-то обязательно подойдет и скажет, ты больше всех здесь делаешь, тебе хоть спасибо сказали когда-нибудь. И если этого не было, человек сразу уходит и думает, на самом деле, столько делаю, хоть бы кто-то поблагодарил меня. Это дух самосожаления, и это не от Бога. Кого мы должны жалеть? Слово Божие учит, что мы должны жалеть других людей. А нас пусть жалеет тоже кто-то, но не мы сами себя. Иногда это трудно сделать, потому что ведь на самом деле так много нам кажется того, что мы имеем, это мы приобрели сами. Это наши вещи, это наша жизнь, это работа, которую мы приобрели, это та работа, которую мы сделали, как мы говорим, собственными руками. И мы присваиваем порой вещи, которые совсем нам не принадлежат. И апостол Павел говорит, что ты имеешь, чего бы ты не получил, а если ты получил, что хвалишься, как будто не получил. Ты получил то, что дал тебе Господь по благодати. Ты не заслужил этого, ты ничего не сделал. Но почему ты считаешь, что это твое, ты заработал это? Ты хвалишься, как будто ты не получил. Я прочитал как-то одну историю, которая произошла с одной женщиной. Она путешествовала, ехала, летела на самолете во время пересадки с одного на другой самолет. У нее было какое-то время, и она остановилась возле этого ларька, где продавали разные продукты, печенье. Она купила себе пакет печенья, села на скамейку и сидела, читала свою книгу, пока еще не прилетел ее самолет. Но с другой стороны от ее пакета сидел солидный джентльмен, мужчина, который периодически опускал руку в ее пакет с печеньем и тоже ел печенье. Другими словами, она брала печенье из этого пакета, а он, с другой стороны, тоже брал из ее пакета печенье и тоже ел. Естественно, эта женщина посмотрела на этого человека вопросительно, что ты делаешь, это мое печенье. А он, как бы не понимая, просто посмотрел на нее и продолжал брать печенье из ее пакета. Прошло какое-то время, и там осталось одно печенье. Он достал последнюю печенье, сломал пополам, половину положил обратно в пакет, половину съел и ушел на свой самолет. Эта женщина была просто удивлена. Так не поступают, это неправильно, это неэтично, это невоспитано. И в это время объявили ее самолет, она собралась идти на посадку, она наклонилась, чтобы взять свой чемодан, и в этот момент она увидела, что тот пакет с печеньем, который она купила, он стоял с другой стороны, на ее чемодане. И она поняла, что то печенье, которое она ела, это было не ее, это того человека, который не укорял ее, не забирал, он просто смотрел тоже с непониманием. И когда я прочитал эту историю, я подумал, а не бывает ли так в нашей с вами жизни, когда работаем и думаем, что здоровье это мы приобрели. Достигая каких-то успехов в образовании, мы считаем, что это мы приобрели такой разум, но ведь если кто-то родится и что-то с ним случится с головой, какая-то проблема, заболевание, он не может учиться. Это Господь управляет. Мы получаем какую-то работу и думаем, это наши заслуги, потому что у нас есть образование, опыт, поэтому эта работа досталась мне. Мы купили удачно дом, и мы думаем, вот почему я купил удачно дом, потому что я такой добрый человек был по отношению к другим людям. Но на самом деле это все дает Господь в нашей с вами жизни. И Он ожидает увидеть от нас с вами доброту по отношению к другим людям. Как мы проявим эту доброту? Сможем ли мы поделиться теми успехами, теми благами, которые мы сегодня имеем с вами? Сможем ли мы проявить внимание и сердечность по отношению к другим людям? Или все-таки мы останемся на своих правах законника, который все знает, но не имеет вот этого доброго сердца? Вы знаете, интересно, я прочитал такую статистику. Опросили 20 человек разных людей и задавали один и тот же вопрос им всем. Кто такие христиане с вашего понимания и точки зрения? Три человека сказали, христиане это ненормальные. Еще три человека сказали, христиане это люди, которым можно обратиться с любым вопросом за какой-то помощью. А еще 14 человек сказали, это те люди, которые не курят, не пьют и не матерятся. И никто из этих 20 человек не сказал, это добрые люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Это печально было увидеть или услышать об этом, потому что этот мир сегодня разрывается от боли и страданий, не понимая, где есть выход. Они хотят увидеть помощь от Бога, но помощь от Бога они могут увидеть только через церковь, через людей, которые способны открыть свое сердце для нужд людей и ответить на эти нужды. Отвечая на нужды других людей, нам нужно всегда чем-то жертвовать. Потому что та история с добрым самарянином, о которой рассказывает Иисус, этому законнику, она как раз говорила о том, что нужно было остановиться. Остановиться возле этого избитого, израненного человека, поднять его, омыть его раны, положить его на этого ослика, отвезти в гостиницу, заплатить содержателю гостиницы и пообещать, когда я вернусь, если нужно будет, я и еще дам тебе денег за это. Это кто-то должен был делать. И если мы сегодня представляем, что церковь, она должна быть как добрый самарянин, а не как священник или левит, который много знает, который торопится на богослужение, чтобы не сорвать служение здесь, который торопится, чтобы здесь было правильно все спето, проповедовано, все исполнено и так далее. Но он проходит мимо человека, который нуждается в помощи, который говорит, не оставляйте, пожалуйста, люди добрые, помогите, пожалуйста, мне. Но мы знаем, куда мы торопимся. Мы торопимся в небо. Мы торопимся угодить Господу. Иисус говорит, но если бы я был в той ситуации, я бы поступил как самарянин. Иисус, ну тогда ты не попадешь на богослужение. Ты не успеешь, потому что ты с ним провозишься. Иисус говорит, вот моя позиция. Знаете, я вспоминаю один пример из своей жизни, который просто очень ярко мне дал увидеть, как я буду принципиально вести себя. Прямо после свадьбы, наверное, через пару недель, я пришел к одному своему другу, и он меня просит. Василий, ты можешь мне помочь с машиной? У меня у тещи проблема, у нее гангрена началась на пальце, на ноге. Нужно срочно везти ее в госпиталь. Мы договорились в госпиталь уже, чтобы сделали операцию. Это в России было. И я не могу найти машину. Я работаю в автобазе, и никто не может. Кто-то куда-то уезжает, у кого-то сломалась машина и так далее. Я не могу найти машину, чтобы съездить, забрать ее. И я спрашиваю, куда нужно ехать? Он говорит, ну это Омск, это 800 километров от нас. Я спрашиваю, а когда надо выезжать? Он говорит, ну вообще вчера надо было выезжать. То есть я понимаю, что это прямо сейчас нужно делать. И я понимаю, что я даже не знаю, как теперь жене сказать, потому что вообще у нас были планы на сегодняшний день. Это была пятница и на выходные тоже. И вдруг мы должны все поломать, как-то вот непонятно, и ехать с человеком, которого она вообще не знает. И я говорю, я даже не могу позвонить, у нас ни телефона, ничего нету, это далеко, нужно как-то сообщить. Одним словом я ему говорю, да, я поеду. Приезжаю домой и не знаю, как жене сказать. И мы сидим пьем чай, и она говорит, ну что, наши планы все состоятся? Я говорю, по-моему, нет. И начинаю объяснять ей. И она говорит, а как это все понять? Мы же вроде планировали. Ну вот представь, такая ситуация. Она говорит, ну понятно, что если, не дай Бог, человек умрет, то это, конечно, важно. Все, мы ломаем свои планы, и в этот момент звонок. Я говорю, это уже за мной. Это мы уже должны ехать. Мы едем в Омск всю ночь. Приезжаем туда под утро, забираем эту пожилую женщину, садим на машину, возвращаемся обратно домой. По дороге, конечно, мы говорим о Боге. Я молюсь за дорогу, молюсь за нее. Для нее это было такое впечатление. Вообще, она первый раз молодого человека увидела, который молится. И буквально, когда мы привезли ее, сделали операцию, через три дня после этого я прихожу домой, и жена говорит, представляешь, эта бабушка умерла. Умерла. Поздно привезли. Но как бы вовремя, но надо было еще раньше. И я себе думаю, а вот если бы я не поехал, и она бы умерла, а потом бы я пришел к этому человеку, а мы вместе с техниками учились, и сказал бы, что Бог любит тебя, ты знаешь, мы должны быть милосердными, мы должны добрые дела делать. Как бы он слушал меня? Через четыре месяца он принял Иисуса Христа в свое сердце, покаялся. Потом у нас было крещение, и он принял крещение. Я спросил его, что произошло в твоей жизни? Ты всегда скептически относился к верующим. Он говорит, та поездка в Омск меня полностью перевернула. Я не ожидал узнать так многое, то, что ты рассказывал. Именно в это время это произошло. С тех пор прошло 18 лет. Он до сих пор в церкви. Он служитель, и его жена тоже. Все их дети верующие. И через неделю у них дочь выходит замуж. Та, которая когда-то была 2 годика на то время. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что на то время я никак не думал, чем все закончится. Но есть такие моменты, которые вы видите, нужна помощь человеку, нужна поддержка какая-то, нужна молитва, нужно посещение, нужен личный звонок, но как-то все не получается. Все потом, потом, как вот сегодня мы слышали. Завтра, 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 завтра. И порой завтра для многих не приходит. Для многих завтра уже не придет никогда. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы понимали, что святость, она, святость мы проявляем по отношению к Богу. А вот доброту проявляем по отношению к человеку. Святость говорит о том, что мы отделены от этого мира и принадлежим Богу. Но вот доброта показывает человеку, на самом ли деле мы такие, как говорим. Поэтому давайте мы просто запомним, что святость, святость – это к Богу. Праведность нам необходима, праведность Иисуса Христа. Но доброта наша необходима людям, чтобы они увидели этот мир, мог увидеть церковь. Потому что если мы сегодня стараемся просто быть в такой вот молитве, как мы говорим, мы ищем Бога, мы молимся и так далее, но затем начинается практическая жизнь. Мы выходим из церкви, мы не можем жить здесь постоянно. Нам нужно выйти, нам как-то нужно реагировать. И смотрите, в Псалме 36 Давид говорит, «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным, и потомков его просящими хлеба. Он весь день милует, всякий день милует, и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла, делай добро, и будешь жить вовек». Мы не знаем, насколько самарянин был святым или праведным, ничего не говорится об этом. Но мы точно знаем, и это было отмечено Иисусом, этот человек был добрым. Иисус отметил этого человека как доброго человека. Ведь на самом деле воры и разбойники, они не живут, не жили в Иерусалиме, они не живут в церкви, они где-то там находятся. И вот этот человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, он пошел как будто бы прямо навстречу к этим разбойникам. И мы, когда видим людей, которые отклонились от истины, от Слова Божьего, от церкви, ушли от Бога, нам кажется, так это же ваша вина, это ваша проблема. Вы сами ушли из церкви, вот теперь вы и пожинаете. И точно так, возможно, сказали левит и священник. Куда же ты пошел? Ты пошел в город разрушения, ты пошел в Иерихон. Зачем ты пошел из Иерусалима? Обратите внимание, что и священник, и левит шли той же дорогой, что шел этот человек из Иерусалима в Иерихон. Этой же дорогой шел самарянин, который поступил совершенно по-другому, в отличие от этих людей. И мы не знаем, что произошло с левитом и со священником. Вероятнее всего, что эти разбойники, которые делали вот этот разбой на дорогах, они ведь не уходили куда-то далеко, они где-то здесь и крутились. Они ловили этих людей, они обирали, избивали, кого-то убивали. Это было на самом деле опасно. И кто знает, может быть, левит и священник оказались тоже в той больнице, где оказался вот тот избитый и подобранный самарянином человек. Мы не знаем, ничего не говорится об этом, но мы знаем одно, что добрый самарянин, увидев нужду, отреагировал на нее моментально. Нам трудно порой поверить, что нужно что-то изменить в нашем ходе, в нашей жизни, в наших планах, потому что мы нацелились уже на что-то. А Бог хочет показать нам, что нужно что-то изменить. Я хочу предложить вам один небольшой тест. Вы не отвечаете ничего, просто вы подумайте и ответьте сами себе. Вот вы знаете, в мире есть много очень известных людей, очень известных людей. И о них пишут в газетах, они на первых обложках, на передних обложках журналов, они в интернете, они говорят по телевидению и так далее. Это очень известные люди. Но вот сейчас мой вопрос такой к вам. Вспомните имя доктора, который изобрел пенициллин. Очень известный человек. Это помогло избежать многих болезней. Или давайте другой вопрос. Вы могли бы назвать имена последних двух мисс мира? Девушки, которые на весь мир известны были, о них все говорили, и они везде на всех обложках были. Или трех самых известных спортсменов за прошлый год. Это люди, о которых говорит весь мир. Или вспомните хотя бы двух-трех человек, кто получил Нобелевскую премию. Научные ученые, научные сотрудники, которые известны на весь мир. И мы не можем вспомнить. Нам трудно. А теперь другой вопрос. Вы могли бы сейчас назвать имя вашей первой учительницы? Как ее звали? Могли бы вспомнить сейчас имя, имена тех людей, которые, когда вы потеряли своих самых близких людей, они отошли, оставили вас, умерли, а эти люди пришли и помогали вам в первые особенно дни, поддерживали, ободряли вас. Вы могли бы сейчас вспомнить человека, который, когда вы старались сделать что-то хорошее, какое-то получить работу, и этот человек ободрял, вдохновлял, может быть, это была ваша мама, может быть, кто-то из ваших близких или друзей. Вы помните этих людей? Мой вопрос. Почему эти очень известные люди никак не отразились в вашей памяти? Но эти неизвестные люди, может быть, для всего этого мира, они стали частью вашей жизни. Вчера буквально я встречался с одним пастором, американским пастором, который оказал очень сильную финансовую поддержку, моральную поддержку для нашей миссии, когда мы начинали наше служение в 92-м году. Сейчас ему 65 лет, и я встречался с ним, чтобы отблагодарить его, сказать, что спасибо, пастор Джим, что вы поверили в нас. В то время для меня это было колоссально, очень важно. Тогда мне было всего 25-24 года, и я начинал служить, и я даже не знал, что делать дальше. Вы помогли мне. Я никогда не забуду имя этого человека. Почему? Потому что он отразился в моей жизни. Мы коснулись с этими людьми своими сердцами. Они поддержали нас в этот момент. Они важные люди для нас. Подумайте, вы можете стать таким же человеком для кого-то, просто набрав телефон и ободрив кого-то, и сказать, брат, сестра, я знаю, что ты проходишь непростое время, но Бог поддержит тебя, и я вместе с тобой, я молюсь за тебя. Вы можете позвонить какому-то человеку, возможно, на Украине, где-то там, далеко совсем, и он, вы знаете, что он еще не спасен, и просто сказать ему, ты знаешь, я молюсь за тебя, и я верю, что Бог поможет тебе обрести вечный покой и спасение у нашего Господа. Вы можете проявить максимальное творчество, чтобы сделать что-то доброе по отношению к какому-то человеку, и он почувствует вашу доброту, вашу любовь и ваше внимание. И вот это вот очень важно и очень ценно. В этом мире люди нуждаются в Боге, они ищут поддержки, и кто-то должен это сделать. И последнее. Вы знаете, я был очень тронут одним свидетельством молодой женщины, ей буквально исполнилось 32 года, она журналистка, она русская, но она журналистка в Англии, и она рассказала свою историю, историю своей жизни, когда 32 года она не вышла замуж, и она решила поехать на Филиппины просто отдохнуть в отпуск на 2 недели. Кроме этого, конечно же, она говорит, я думала, что возможно, я познакомлюсь с каким-то молодым человеком, потому что там много приезжает отдыхать русских. Но прошли 2 недели, ни с кем не познакомилась, и нужно было возвращаться обратно в Англию. И последний день ей кто-то предложил, не хочешь ли ты поехать посмотреть, как живут вообще дети на Филиппинах, дети, у которых нет родителей, дети, у которых родители алкоголики или наркоманы. Она сказала, я очень хотела бы, я даже не знала, что здесь есть такие. Она из богатого сословия, ее друзья, артисты, музыканты, очень известные люди во всем мире. И она поехала вместе с этими людьми посмотреть, как живут дети на Филиппинах. Она рассказывает, что в тот вечер было холодно, прохладно на Филиппинах. И я увидела, говорят, на большой свалке детей в возрасте от 3 до 5 лет. Это совсем маленькие дети. Они лазили по этой свалке буквально босиком, и они искали какую-то одежду, что-то прямо брали, ели тут же, что-то куда-то складывали в карманы. И, говорит, просто жутко было смотреть, их там было просто десятки этих детей. Она говорит, я нафотографировала этих снимков, вернулась домой, собрала всех своих богатых друзей и сказала, слушайте, я хочу показать вам фотографии из моего отпуска. И, конечно, они все ожидали, что они увидят вот эти красивые пейзажи филиппинских курортов и пальмы, и море, и так далее, и так далее. Но она включила им фотографии этих детей, которые никому не нужны из людей, даже родителям. Они смотрели эти фотографии одно за другое, одно за другое, и потом кто-то остановил и сказал, мы не можем понять, зачем ты нам это все показываешь. Она сказала, смотрите до конца. Когда они досмотрели до конца, она спросила, как вы думаете, эти дети живут одну или две жизни? Ну, конечно, одну. Посмотрите на наших детей, которые у нас с вами. Они живут другой жизнью совсем. Что мы можем сделать доброго для этих детей? Они никому не нужны на земле. И кто-то сказал, слушай, у меня есть гитара, моя фирменная, она стоит десятки тысяч долларов, я могу ее продать с аукциона, да, известная бренд, и мое имя будет стоять на этой гитаре. И он ее продал. Какая-то женщина сказала, у меня целый огромный гардероб, красивая одежда, очень модный, дорогой, потому что это моя одежда, и я тоже могу продать с аукциона. И они все это сделали. Один мужчина сказал, я купил своей дочери, которой в шесть месяцев купил кроссовки, которые стоят 500 долларов. Через две-три недели они уже будут не нужны, они уже будут маленькими. И он говорит, я это все тоже продам. Они насобирали десятки тысяч долларов, купили несколько контейнеров обуви, закупили эти контейнеры и отправили на Филиппины. Эта женщина открыла фонд помощи детям на Филиппинах. Она сама поехала туда, чтобы раздать это этим детям. И с тех пор она год за годом продолжает эту работу. К концу заканчивалась статья такими словами. После всего этого я думала, что я помогала этим детям, но сегодня я могу сказать, это они мне помогли обрести смысл в жизни. Теперь я знаю, для чего я живу. И не важно, что я не вышла замуж. Я знаю, для кого я живу. Я живу для этих детей. Она абсолютно неверующий человек. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, если неверующие люди способны проявлять такое добро к другим людям, то насколько сильный вызов сегодня нам с вами. А что мы можем сделать доброго, живя на земле, чтобы отразиться в жизнях этих людей? Вы скажете, я их никогда не увидел на этих людей на экране, этих алкоголиков, наркоманов и так далее, кому вы там ездите. На самом деле, так оно и есть. Но я знаю, что однажды Бог даст нам встретиться с этими людьми. Вы и они, и я, и Господь Иисус. И мы сделаем что-то доброе для славы нашего Господа. В июле мы снова ездим с нашей группой миссионерской в России, на Урал. Намечена большая программа. Мы хотим открывать новую церковь, мы хотим служить детям в детских домах, мы открываем еще один реабилитационный центр, еще одну реабилитационную группу, которая будет работать на Севере. Если ваши молитвы будут способны разбить всякой неверии в сердцах тех людей, вы сделали огромную работу. Если вы смогли поучаствовать финансами или каким-то образом еще, чтобы поддержать эту работу, это будет работа на самом деле важная, общая работа, чтобы спасать души людей. Дорогие братья и сестры, давайте будем молиться. Вот я хотел бы прямо сейчас обозначить вот нашу молитву с вами, чтобы Господь дал нам вот это доброе сердце, способное услышать, почувствовать боль и нужды других людей. Сказать, Господь, я тоже хочу что-то сделать. Я не хочу просто приходить на молитву и просто уходить с молитвы. Я кроме этого хочу делать что-то доброе на земле и оставить след в вечности для славы нашего Господа. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иисус Harper Наш Небесный Отец, Я благодарю Тебя сегодня в этом молитвенном собрании, Господь. Благодарю Тебя вместе с братьями, сестрами, со служителями этой церкви, что Ты даешь нам это время, которое мы выделяем для молитвы, Господь, для общения с Тобой, Иисус. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты на этом месте, чтобы изменять жизни людей, чтобы сегодня говорить с нами, Господь Иисус, так, как можешь делать Ты, Иисус. И я молю Тебя, Господи, разрушь всякое неверие в сердцах наших, Господи, помоги нам, Боже, увидеть великую славу Твою, Господь. Я молю Тебя, Господи, дай, чтобы сердца наши были способны слышать нужды, проблемы других людей, Господи, чтобы мы были, Господь Иисус, святыми для Тебя, чтобы мы ходили в праведности Твоей, Господь, и чтобы мы являли добро людям, Господи. Я прошу Тебя, благослови эту церковь, дай, чтобы это был, Господь, была церковь, как источник добра, любви, сострадания для всех, кто в этом мире, Господи. Я прошу Тебя, благослови, Господь, укрепи наши молитвы, укрепи наши старания, стремления, Господи. Пусть прославится великое Твое имя, ибо Ты один достоин славы. Благослови, Господь, я прошу Тебя, и укрепи, Господь, молодежь, старших людей, Господь, служителей, Господи. Дай нам ходить перед Тобой, Господь, и слышать Твой голос, Господь, чтобы Ты направлял нас, Господь, туда, где нуждаются люди в помощи, чтобы мы не отворачивались, Господь, чтобы мы не смотрели просто искоса на этих людей, Господь, кто сегодня нуждается в нашей поддержке, кто, возможно, отступил от Тебя, Господь. Но я прошу Тебя, коснись их, верни их, Господь, на путь истины, спаси эти души во имя Иисуса Христа, и дай им, Господь, познать Тебя, великого и живого Бога. Пусть, Господь, эта церковь будет всегда, как свет на вершине горы, Господь, я молю Тебя, Боже, благослови и устройся сам во имя Иисуса Христа. Амин.